Здравствуйте! Меня зовут Кайгородсова Наталья Викторовна. Я кандидат педагогических наук «Доцент». Сегодня я прочитаю вам лекцию на тему «Плоскость» из дисциплины «Начертательная геометрия». На лекции мы познакомимся со способами задания плоскости на комплексном чертеже. Мы узнаем, что такое следы плоскости. Давайте изучим законы принадлежности точки и прямой плоскости. Узнаем, что за линии носят названия главные линии плоскости. И увидим, какое положение может занимать плоскость относительно основных плоскостей проекции. Итак, начинаем. Что же такое плоскость? Плоскость — это простейший геометрический объект. Один из геометрических объектов — это точка, прямая, и вот теперь плоскость. Плоскость — это объект, который имеет только длину и ширину, то есть имеет два размера, два параметра. Это определение из эвклидовой геометрии. Для того, чтобы плоскость изобразить на комплексном чертеже, существует несколько способов ее задания. Для того, чтобы понять, как можно задать плоскость на комплексном чертеже, давайте сначала посмотрим, как определяется плоскость в пространстве. Итак, внимание. Положение плоскости в пространстве определяется тремя различными точками, не лежащими на одной прямой. В соответствии с этим, на комплексном чертеже плоскость может быть задана проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой, проекциями прямой и точки, не лежащей на данной прямой, проекциями двух параллельных прямых, проекциями двух пересекающихся прямых, проекциями треугольника или любой другой плоской фигуры. Очевидно, что можно всегда перейти от одного вида задания плоскости к другому виду. Показанный видеофрагмент демонстрирует, что со всеми способами задания плоскости вы познакомились еще в школе при изучении предмета геометрия. Но для того, чтобы показать вам, как в начертательной геометрии на комплексном чертеже можно задать плоскость, давайте обратимся внимание на экран. Итак, первый способ. На чертеже плоскость может быть задана тремя точками. Это три точки, не лежащие на одной прямой. Итак, посмотрите, пожалуйста. Для каждой из трех точек на комплексном чертеже нужно построить две проекции. И вот эти шесть проекций будут задавать плоскость на комплексном чертеже, которая однозначно определит плоскость пространства. Второй способ. Плоскость можно задать точкой и прямой. При этом точка не должна принадлежать заданной прямой. Третий способ. Это пересекающиеся прямые. Итак, вы видите, что прямая, проходящая через точку А, и прямая ВС пересекаются в точке, отмеченной желтым цветом. Четвертый способ. Это параллельные прямые. Как известно из школьной геометрии, через точку, не лежащую на прямой, всегда можно провести прямую, параллельную заданную, и при том единственную. Поэтому данный способ тоже однозначно определяет плоскость пространства. Пятый способ. Заданные проекции точек можно соединить. Одноименные проекции точек, то есть А2, В2 и С2 будут задавать фронтальную проекцию плоскости, А1, В1 и С1 треугольник будет горизонтальной проекцией плоскости. Помимо этих пяти способов, которые, как вы видели сейчас по презентации, можно перейти от одного способа к другому, существует еще один способ задания плоскости. Он называется задание плоскости следом. Что же такое след? Определение. Следы плоскости это линии пересечения плоскости с плоскостями проекции. Для того, чтобы вам наглядно показать, что же это за линии и как они получаются, давайте посмотрим видеофрагмент. Иногда на комплексном чертеже плоскость задают следами. Следы плоскости это прямые, по которым данная плоскость пересекается с плоскостями проекции. Так, P1 это горизонтальный след плоскости, P2 это фронтальный след, P3 это профильный след плоскости. Точки PX, PY, PZ это точки пересечения следов плоскости. Называются точками схода следов. А теперь, для того, чтобы потренироваться, как строятся следы плоскости, мы сначала рассмотрим построение следов плоскости, причем плоскость будет задана пересекающимися прямыми сначала на пространственной вот такой иллюстрации. Итак, для того, чтобы найти горизонтальный след плоскости, необходимо каждую прямую, которая задает данную плоскость, продлить до пересечения с горизонтальной плоскостью проекции P1. И мы найдем точки N1 и N'1. Данные точки будут задавать горизонтальный след плоскости. Для того, чтобы найти фронтальный след плоскости, нужно заданные прямые продлить до пересечения с фронтальной плоскостью проекции. Точки M2 и M'2 зададут фронтальный след плоскости. То есть мы сумели с вами построить две линии, по которым заданная плоскость будет пересекать плоскости проекций P1 и P2. А теперь посмотрим на комплексном чертеже. Итак, нам заданы две прямые. Для того, чтобы найти горизонтальный и фронтальный след, необходимо продлить одну из прямых до оси. мы получим точку N2 проекция и N1. Потом вторую прямую продляем до пересечения с оси. Находим точку N', фронтальную проекцию точки N'. По линии связи на продолжении соответствующей прямой мы найдем ее горизонтальную проекцию. Горизонтальные проекции данных точек, найденных точек, зададут нам горизонтальный след плоскости. Для того, чтобы найти фронтальный след, необходимо теперь горизонтальные проекции заданных прямых продлить до пересечения с осью. Мы найдем горизонтальные проекции фронтальных следов прямых. Найденные точки M и M', а именно их фронтальные проекции, зададут фронтальный след плоскости. Вот таким способом мы рассмотрели с вами, как построить следы плоскости, если плоскость задана пересекающимися прямыми, как это сделать на комплексном чертеже. Из школьной геометрии известно, что точка может принадлежать плоскости, лежать в ней, и прямая тоже может лежать в плоскости, но для этого существуют определенные законы, законы принадлежности. Для того, чтобы сейчас вспомнить школьную геометрию, давайте посмотрим сначала видеофрагмент. Задание плоскости на комплексном чертеже любым способом однозначно определяет проекции всех точек и прямых, принадлежащих к плоскости. Законы принадлежности Прямая принадлежит плоскости, если она проходит через две точки, принадлежащие данной плоскости. Точка принадлежит плоскости, если через нее можно провести прямую, принадлежащую этой плоскости. Так, теперь нужно записать эти закономерности. Итак, первое. Точка принадлежит плоскости, если она принадлежит какой-либо прямой, лежащей в этой плоскости. А прямая принадлежит плоскости, если... И тут можно два условия задать. Первое. Она проходит через две точки, лежащие в данной плоскости. Либо она проходит через точку, принадлежащую этой плоскости, и расположена параллельно какой-либо прямой, принадлежащей заданной плоскости. Вот эти законы позволят нам на комплексном чертеже строить недостающие проекции прямых точек и искать необходимые пересечения. Итак, рассмотрим задачу. Допустим, задан треугольник АВС. Он задан двумя своими проекциями. А1В1С1 и А2В2С2. При этом нам задано две точки, но они заданы только одной проекцией. Точка К задана своей фронтальной проекцией, а точка Н горизонтальной проекцией. Нам необходимо достроить, построить проекцию К1 и Н2. Итак, по условиям принадлежности, для того, чтобы найти недостающую проекцию, давайте, для точки К, мы знаем, что точка принадлежит плоскости, если она проходит через какую-то прямую, лежащую в этой плоскости. Поэтому через заданную проекцию, через К2, во фронтальной проекции треугольника введем прямую. Причем мы прямую проведем через известную уже вершину А и через точку 1. Точка 1 будет лежать на стороне ВС. Теперь нужно подумать, а действительно ли проведенная прямая А1 принадлежит данному треугольнику. Это будет выполняться, если на другой плоскости проекции, на П1, эта прямая будет проходить также через проекцию точки А и через проекцию точки 1. Точку 1 необходимо найти по линии связи. Извините. По линии связи. Итак, проводим линию связи. Точка 1 принадлежит стороне ВС, и поэтому мы нашли ее горизонтальную проекцию. И горизонтальную проекцию прямой мы смогли провести. Так вот, точка К1, если она принадлежит плоскости, то она должна лежать, ее соответствующие проекции должны лежать на соответствующих проекциях прямых. По линии связи находится точка К1. Теперь рассмотрим точку Н. Если с точкой К все более-менее было понятно, и она лежала внутри треугольника, то вы видите, что проекция точки Н как бы вне треугольника находится. Возникает вопрос, а может ли она вообще лежать? Да, конечно. Для того, чтобы понять, принадлежит или нет, нужно воспользоваться законами принадлежности. А то, что она изображена как бы мимо проекции треугольника, вы же знаете, что треугольник – это только часть плоскости, то есть ограниченный кусочек. И поэтому нужно опять посмотреть на законы принадлежности. Итак, нужна прямая, на которой бы лежала точка Н. Пусть это будет прямая С2. Точка С, фронтальная проекция ее известна. Это будет фронтальная проекция вершины треугольника. А точку 2 найдем по линии связи, как точку, принадлежащую стороне треугольника АВ. Проводим линию связи, отмечаем точку 2 и достраиваем прямую, которая проходит через С2А2. Это будет фронтальная проекция прямой, на которой при условии принадлежности точки Н плоскости должна лежать фронтальная проекция точки Н. По линии связи можно эту проекцию достроить. Вот таким образом, учитывая законы принадлежности, можно теперь легко находить недостающие проекции геометрических объектов. Дальше рассмотрим, что же такое главные линии плоскости. Какие прямые носят названия главных линий плоскости? Итак, все главные линии условно можно разделить на две части. Первая часть – это линии уровня, то есть линии, принадлежащие плоскости и одновременно параллельные какой-либо плоскости проекции. В данном случае линии уровня, как нам уже известно из темы прямая, где подразделяются на три части. Это горизонтали, параллельные горизонтальной плоскости проекции, фронтали, параллельные фронтальной плоскости проекции и профильные прямые, которые параллельны плоскости П3. Вторая часть главных линий плоскости – это линии наибольшего наклона. Вообще, по сути, это одна линия, которая перпендикулярна горизонтали плоскости и она определяет угол наклона плоскости к горизонтальной плоскости проекции. То есть направление линии задается одной, а линий может быть множество. Они параллельны друг к другу и они все определяют угол наклона заданной плоскости плоскости проекции П1. Для того, чтобы лучше познакомиться с главными линиями плоскостями, посмотреть, как они выглядят, давайте посмотрим небольшой видеофрагмент. Горизонталь плоскости – это прямая, лежащая в плоскости и параллельная горизонтальной плоскости проекции П1. По свойствам горизонтали – фронтальная проекция параллельна оси Х. Тогда провести в плоскости П2 прямую, параллельную оси Х и одновременно принадлежащую плоскости треугольника АВС, то есть проходящую через две точки плоскости точку А – вершину треугольника и точку 1 – точку, принадлежащую стороне ВС треугольника. По линиям связи находятся горизонтальные проекции точек А и 1, которые зададут горизонтальную проекцию горизонтали. Фронталь плоскости – это прямая, лежащая в плоскости и параллельная плоскости проекции П2. По свойствам фронтали – горизонтальная проекция параллельна оси Х. Тогда в плоскости треугольника АВС нужно провести прямую С2, параллельную оси Х. По линиям связи легко найти фронтальную проекцию фронтали. Линия ската плоскости – это прямая, лежащая в плоскости и перпендикулярная к горизонтали плоскости. Линия ската определяет угол наклона плоскости к плоскости проекции П1. По теореме о прямом угле следует, что горизонтальная проекция линии ската строится перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали, а вторая проекция найдется по линиям связи. Горизонтальная проекция Итак, посмотрев небольшой видеофрагмент, давайте теперь сами попробуем в треугольнике построить горизонталь и фронталь. Итак, задан треугольник двумя своими проекциями, треугольник АВС. Нужно построить фронталь. Это прямая, лежащая в плоскости треугольника, но одновременно она должна быть параллельна плоскости проекции П2. Из темы прямая вы знаете, что горизонтальная проекция фронтали должна быть расположена параллельно оси. Мы этим сейчас и воспользуемся. Итак, мы построим F1. То есть горизонтальную проекцию фронтали мы расположим ее параллельно оси Х. Так как фронталь мы строили в треугольнике, то по закону принадлежности данная прямая принадлежит треугольнику, если она проходит через две точки, лежащие в этом треугольнике. Мы выбрали фронталь и провели ее через вершину С, потому что у нас вторая проекция вершины С известна. Второй точкой, через которую будет проходить фронталь, это будет точка 2. Она лежит на стороне АВ. Раз точка А лежит на стороне АВ, то ее фронтальная проекция найдется по линии связи. Итак, А2 с индексом 2 точка лежит на стороне АВ по линии связи нашли, а тогда, имея две одноименные проекции, мы можем провести и прямую. Ф2. Эта прямая представляет собой фронтальную проекцию фронтали. Если вы помните, то фронтальная проекция фронтали изображается в натуральную величину. Поэтому давайте ниже запишем, что С2А2 – это натуральная величина отрезка фронтали. Теперь потренируемся и попробуем построить горизонталь. Горизонталь – это прямая, которая лежит в заданной плоскости. Плоскость опять задана треугольником АВС. И эта прямая должна быть параллельно горизонтальной плоскости проекции П1. Итак, нам нужно построить прямую параллельную П1. Тогда мы в треугольнике АВС возьмем и проведем фронтальную проекцию горизонтали. Из темы прямая, вы помните, что эта проекция располагается параллельно оси Х. Так как данная прямая лежит в треугольнике, то она должна пройти через две точки. Мы выбрали одну из точек, это вершина А треугольника, а вторая точка – это точка 1. Это точка на стороне ВС. По линиям связи можем найти вторую проекцию точки 1, имея две одноименные проекции, мы можем построить горизонтальную проекцию горизонтали. И вы уже знаете, что на горизонтальную плоскость проекции отрезок горизонтали проецируется в натуральную величину. Что же такое линия наибольшего наклона? В видеофрагменте, вы слышали, ее еще назвали линия ската. Действительно, если представить себе крышу дома и на его конек положить некоторый камушек и отпустить его, то он как раз покатится по линии ската. Линия ската – это линия, перпендикулярная к краю крыши, а край крыши параллелен к земле, то есть это не что иное, как горизонталь плоскости вот этой вот кровли, составляющей крышу. Итак, для того, чтобы построить линию наибольшего наклона, как в видеофрагменте уже было сказано, нужно использовать теорему о прямом угле. Чуть позже мы ее рассмотрим, а теперь просто будем на нее пока ссылаться. Итак, мы возьмем и проведем некоторую прямую К так, что ее горизонтальная проекция расположена перпендикулярно к натуральной величине горизонтали. Пусть наша прямая К выходит из вершинки В. Это вот одна из линий ската. Тогда, так как наша прямая лежит так же в треугольнике, то она проходит через две точки. Одна точка – это вершина В, а вторая точка – это вот пусть будет точка 2, которая лежит на стороне АС. По линии связи мы на фронтальной проекции стороны АС находим фронтальную проекцию точки 2. А, соответственно, прямая, проходящая через точки В2 и А2, будет фронтальной проекцией линии ската или, по-другому, линии наибольшего наклона, линии, которая определяет угол наклона плоскости к горизонтальной плоскости проекции П1. Следующая необходимая информация для вас – это будет узнать, а какое же положение плоскость может занимать относительно плоскостей проекции. До этого мы с вами рассматривали, когда плоскость изображалась в виде треугольников и на фронтальной плоскости, и на горизонтальной плоскости. А оказывается, что это не всегда так. Итак, давайте посмотрим сначала видеофрагмент. Плоскость, не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций, называется плоскостью общего положения. Так, задана плоскость общего положения. Она определяется тремя точками, не лежащими на одной прямой. Для наглядности, точки соединены прямыми в треугольник. Построив проекции заданных точек, можно однозначно определить проекции плоскости. Итак, запишите, пожалуйста, для себя. Оказывается, до этого момента мы с вами рассматривали плоскость общего положения. То есть, когда плоскость была не параллельна и не перпендикулярна ни одной плоскости проекции, и изображалась на комплексном чертеже все проекции в виде некоторых фигур. В данном случае, в нашем случае, это в виде треугольников. Итак, плоскость, не параллельная и не перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций, называется плоскостью общего положения. Раз есть плоскость общего положения, то значит, по логике, должны быть и плоскости частного положения. Так вот, плоскости параллельны или перпендикулярны плоскостям проекций будем называть плоскостями частного положения. Давайте рассмотрим, какие же бывают плоскости и какое название они носят. Итак, плоскости частного положения. Они делятся на две группы. Это проецирующие плоскости, плоскости перпендикулярны к плоскостям проекций, и плоскости уровня, это плоскости параллельны к плоскостям проекций. Проецирующие плоскости можно разделить на три вида. Это горизонтально проецирующие плоскости, то есть плоскости перпендикулярной горизонтальной плоскости проекции P1. Фронтально проецирующие – это плоскости перпендикулярной фронтальной плоскости проекции, плоскости P2. И профильно проецирующие – это плоскости перпендикулярной профильной проекции плоскости P3. Плоскости уровня также можно разделить на три подвида. Это горизонтальные плоскости, плоскости параллельные плоскости проекции P1, фронтальные плоскости параллельные фронтальной плоскости проекции P2 и профильные плоскости, которые параллельны плоскости проекции P3. Итак, подробненько остановимся пока на проецирующих плоскостях. Что же такое проецирующие плоскости? Например, горизонтально проецирующая плоскость, как я уже сказала, это плоскость перпендикулярной плоскости проекции P1. Тогда, если в пространстве вот такого двухмерного угла рассмотреть треугольник ABC, расположив его перпендикулярно плоскости проекции P1, то тогда на P1 данный треугольник спроецируется в прямую линию. То есть мы не увидим уже саму фигуру, она выродится в прямую линию. На плоскости проекции P2, конечно же, будет треугольник. Но это будет не треугольник не в натуральную величину, а в какую-то искаженную. И всегда проекция обязательно меньше натуральной величины треугольника, то есть меньше самого треугольника. Как вы видите, линиями связи обязательно точки будут между собой связаны. И можно записать небольшое свойство для проецирующих прямых. Плоскость, перпендикулярная плоскости проекции, проецируется на эту плоскость в прямую линию. Если вам будет задан комплексный чертеж, и вы увидите, что одна из проекций это прямая линия, вы должны уже понимать, что вам задана проецирующая плоскость. А вот где эта прямая плоскость, на какой плоскости проекции изображена, либо это на P1, на P2 или P3, тогда вы уже будете понимать, а какая именно проецирующая. Либо это горизонтально проецирующая, либо фронтально проецирующая, либо это профильно проецирующая плоскость. Теперь рассмотрим плоскости уровня. Плоскость уровня – это плоскости параллельные плоскости проекции. Итак, давайте в двухгранном пространственном угле двух плоскостей проекции возьмем некоторый треугольник ABC. Пусть он будет расположен параллельно плоскости P1. Тогда на P1, посмотрите, он спроецируется в натуральную величину. То есть вот какой он по размерам на самом деле в пространстве, точно так же он будет изображен на плоскости проекции P1. Итак, небольшое свойство. Если плоскость параллельна плоскости проекции, то на эту плоскость она проецируется в натуральную величину. Что касается фронтальной проекции, то посмотрите, в связи с тем, что все точки A, B и C находятся на одинаковом расстоянии, они как бы определяют уровень плоскости относительно Земли, то координаты Z у всех будут одинаковые. А значит, на фронтальной плоскости проекции такая плоскость, и ее проекция будет изображаться в виде прямой линии, но не просто прямой линии, а прямой параллельной оси Х. Тогда второе условие можно записать, что проекции плоскости на две другие плоскости проекции это будут прямые линии, параллельные координатным осям. Действительно, здесь не показана плоскость P3, но на плоскость P3 данная плоскость спроецировалась бы тоже в прямую линию, и она бы была параллельна оси Y. Итак, мы с вами построили горизонтальную плоскость, рассмотрели ее в пространственном угле. Это была плоскость, которая параллельна плоскости проекции P1. На этом наша небольшая лекция о плоскости, о способах задания плоскости, об расположении плоскости относительно плоскостей проекции и о законах принадлежности точки и прямой плоскости. Закончено. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok